здравствуйте уважаемые пользователи и подписчики на прошлых видео мы изготовили вот такую разделочную дощечку из липы похоже на кусочек сыра многим понравилось сегодня решили повторить из ясеня вот такой у нас есть обрезок ясеня и мы из него сделаем подобную дощечку там где есть мелкие недостатки мы в этом месте сделаем отверстие теперь размечаем на этой заготовке красивый равнобедренный треугольничек по линеечке потом делаем так и скругление сопряжения на вершинах проведем параллельную линию через который потом про фрезеруем пазик для ножа нарисуем такие кружочки и приемом сверлышком будем создавать отверстие имитации дырочек в сыре перевы сверл здесь будут разного диаметра где максимальный будет 22 миллиметра как и красивые отверстия получаются потом и в некоторых этих отверстиях еще сделаем фрезером небольшие пазики закончили мы сверление решили не сверлить все отверстия достаточные того что сделали и теперь нужно будет отфрезеровать вот этот паз там где будет нож ходить работать будем пазовой фрезой с острым кончиком здесь мы видим эту фрезу крупно вставляем ее в переходную самбу зажимаем фрезер теперь закрепим нашу заготовку положим внизу такую дощечку и сверху сейчас прижмем его такой дощечкой который будет одновременно служить направляющей для фрезера для того чтобы профрезеровать паз по пунктирной линии приступим к фрезерованию получился хороший v-образный пазик пазик этот нужен будет для того чтобы нож давал точное направление и уходил как раз не в доску в паз то есть резать должно быть легче чтобы сымитировать сырный кусочек мы отфрезеруем еще вот такие пазики полукруглой фрезой сделаем небольшой желоб а вот такой пропилим пазик миллиметров на 57 оставили нашу фрезочку зажмем заготовку и приступим к фрезерованию глубина там стоит такая чтобы паз был сквозной теперь отфрезеруем следующую сырную дырочку теперь поменяем фрезу на полукруглую и будем делать не сквозные пазы желоба два два mot три Мы закончили фрезерование отверстий Это была имитация пузырей внутри сыра Получилось похоже Следующим этапом будет выпиливание по контуру электролобзиком Широкая пилочка здесь используется для прямых участков Узенькая для маленьких радиусов Теперь поставим узкую Это и есть маленькие радиусочки, на которых используется узенькая пилочка Контур мы выпилили Теперь нужно будет ленточной шлифмашиной обработать все заусенцы То есть сначала пройдем по плоскости, а потом по торцевой поверхности Крепим упор, ставим 60-ю шлифленту, одеваем мешочек И приступаем к шлифованию по плоскостям ленточной шлифовальной машины Мы закончили шлифование по плоскостям Теперь будем работать по торцам По торцам мы работаем вот таким образом, другой шлифмашиной Потому что предыдущая показанная шлифмашина в таком положении начинает колебаться А эта машина устойчиво стоит И для шлифования можно передвигать саму заготовку, а не шлифмашину, что очень удобно Это законченный вариант В этот раз кромку мы решили не фрезеровать, чтобы она лучше была похожа на сыр Вот она в сравнении с предыдущим вариантом Насколько мы ее увеличили и сделали получше Это покрыто уже маслом, это еще без покрытия На этом мы видео о разделочной доске для сыра с пазиком заканчиваем Всем спасибо, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok